Всех рада видеть, всех рада слышать, всем с Новым Годом, с новыми возможностями. Знаете, хочется, чтобы он был разнообразным этот год, он был и прибыльным, и добрым, и позитивным, и непредсказуемым. Но самое главное, пусть он будет очень-очень легким, пусть все, о чем мечтается, пусть все, чего больше всего хочется, конечно, пусть в этом году сбудется. Пусть все, что вам больше всего-всего желается, пусть это все-все придет в вашу жизнь. Я вас всех, конечно, поздравляю с наступившим Новым Годом. Я понимаю, что у нас еще с вами очень-очень-очень много праздников, но я вам хочу сказать, знаете, сейчас как-то так пошло, кто-то говорит год желтой свиньи, кто-то говорит, нет, мы же с вами не китайцы, мы братья славяне, у нас год орла. Я вам хочу сказать, вот мне все равно, пусть хрюшка нахрюкает, пусть орел в клювике принесет, вот совершенно все равно, пусть оба как-то там объединятся, и пусть они нам нахрюкают, в клювиках принесут все, чего вам больше всего хочется, все, чего вам больше всего желается, то, о чем больше всего мечтается. Я знаю, что всегда говорят Новый Год, новые возможности. Всегда это говорится так, потому что, когда приходит Новый Год, это не зря белый снег, это не зря чистый лист, и нам всегда в Новом Году хочется на этом листе что-то написать новое, чтобы он прошел, конечно, с другими какими-то успехами, чтобы он пришел с какими-то другими для нас позитивными моментами. Но все мы с вами понимаем, что Новый Год приходит, праздники проходят, да, праздничное настроение в душе у нас остается, ну а потом начинается самое обычное. А как же эти мечты и как же эти задачи сделать так, чтобы они все-таки в нашу жизнь пришли и в нашей жизни осуществились. Но для того, чтобы это пришло, прежде всего, хотелось бы всем пожелать такой вещи, как здоровье. Это понятно, потому что, когда у нас здоровы, мы здоровы и близкие, да, мы с вами, у нас как бы, да, развязаны руки для того, чтобы что-то делать. Но, конечно, самое важное, чего хочется пожелать, это целей. Целей толковых, целей не чужих, а лично ваших. Целей, которые вас двигают и действительно заставляют утром вставать. Целей, которые будут давать вам желание что-то менять и что-то делать. И поэтому, прежде всего, каждый из нас должен понимать, что если нам не хочется что-то делать, то иногда это не наши цели. Это цели, которые мы взяли, где-то позаимствовали у кого-либо или у кого-то. Поэтому, ребят, все-таки, прежде всего, нужно определиться, а чего же мы на самом деле хотим от этого года, года, который наступил. А чего же мы хотим получить через месяц, через два, через три. Я не говорю в конце года, боже упаси, это еще долго. У нас еще с вами может появиться очень-очень много разных целей и задач. Поэтому вот хотелось бы, а чего же я все-таки хочу через месяц, а чего хочу через два, через три. И неважно, купите вы себе свинью копилку или вы себе нарисуете орла, который вам будет это все приносить. Вот совершенно неважно. Важно будет зависеть от того, а что же мы с вами будем делать. Я вас всех поздравляю с тем, что праздники праздниками, все проходит, все приходит, все меняется. Но мы с вами, да, сейчас это будет, может быть, смешно звучать, но я хочу вас всех поздравить с тем, что как бы вот самый важный момент. Я вас поздравляю с тем, что у нас компания работает с 2018 года. То есть сейчас звучит это так, с прошлого года. Как давно работает компания? С прошлого года, да. Уже все-таки это 2018 год, да, когда у нас запустился наш проект, когда мы начали с вами работать в этом проекте. Я вас поздравляю с тем, что пришел Новый год, но при этом нам не нужно с вами сидеть сейчас и думать, а какой же мне бизнес открыть, чтобы заработать. Не нужно сидеть и думать, а куда же мне, как бы, простите, скажу, может быть некорректно, но правдиво, куда же мне поместись и где искать свои тапочки. Ребят, знаете, очень хорошо, когда праздники проходят, но ты точно знаешь, что у тебя есть бизнес, который уже запущен или который можно запустить, что у тебя есть бизнес, который может помочь, что у тебя есть маркетинг, который конкурентен на просторах интернета, да. И самый важный, самый важный момент. Рядом с тобой находятся люди, которые точно так же, как и ты, идут к одной цели с одними задачами. Я знаю, что у нас еще немножко с вами будет праздников, и мы еще будем отвлекаться от интернет, но я сейчас хочу поздравить тех, кто регистрировался в ночь с 31 на 1. Ребят, вы, конечно, герои, я не могу сказать, знаете, как-то, наверное, как-то раньше говорили Советского Союза. Я не знаю, вы, наверное, сейчас герои нашего интернет-пространства, потому что очень было интересно наблюдать, когда люди, да, смотришь, люди регистрируются, новогодняя ночь. Смотришь, первое число, праздник идет, да, еще ночное время, смотришь, какие-то начисления приходят в кабинет, и ты думаешь, интересно. Вот люди какие интересны, да, насколько же это у человека интересные цели, интересные задачи, насколько человеку важно, что даже новогодняя ночь не мешает работе. Поэтому я поздравляю тех, кто работал и 31, и 1, и 2. Значит, у вас большие задачи, значит, у вас большие цели, значит, у вас огромное зачем. Но я думаю, что остальные мы сейчас тоже включимся, мы сейчас тоже разгонимся, мы сейчас тоже будем двигаться вперед. И для того, чтобы мы с вами двигались вперед, да, хотелось бы такое, есть такое понятие, а где же обитают деньги? Очень часто спрашивают, среда обитания денег. Ребят, среда обитания, скажите мне, если я у вас, спрошу, среда обитания цветов, да, и вы мне скажете, что это солнце, тепло, это когда их поливают, когда за ними ухаживают и когда их любят, да. Если я спрошу, как вот животное, да, когда домашние питомцы обитают, и вы тоже мне ответите, среда обитания. Так вот я вам хочу сказать, что среда обитания денег не особо от этого отличается. Среда обитания денег – это все-таки позитивный настрой, потому что деньги-то любят позитивных людей. Почему позитивных людей? По одной простой причине. Только позитивные люди могут дойти к своим целям. Люди, которые с негативной энергетикой, они всегда будут искать, кто виноват, почему не так сложилось и почему нет. Да, позитивные среда обитания денег – это я сам. Почему я сам? Потому что точно как в песне. Если вы нахмурясь, вышли из дома. Так вот, если мы нахмурясь заходим в интернет, то как бы, да, обычно вы сами знаете, вы чувствуете людей точно так же. Если вы нахмурясь, ничего и не происходит. Ну и, конечно, ребят, среда обитания денег – это настрой. Настрой на то, что любые действия всегда приведут к результату. То есть настрой на действия. И я точно знаю, есть такая уверенность внутри, при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, я точно знаю, что все получится. Ну и, естественно, среда обитания денег – это то, как вы относитесь к своему бизнесу. Потому что, когда мы приходим в интернет, мы купили себе бизнес. Мы купили себе возможности, да? Мы купили. Это мой бизнес. И от того, как он развивается, он зависит от моего настроя, от моих действий, от того, что я думаю, от того, что я делаю, от того, я сижу, жду или я что-то меняю. Это мой бизнес. Если я к делу отношусь как к своему собственному бизнесу, то, естественно, тогда и бизнес строится. А бывает такое – я отдельно, а мой бизнес отдельно. Естественно, тогда в такой среде деньги не обитают. Я не хочу сейчас, как бы, да, но вы должны понимать один важный момент. Если я… Есть люди, которые куда-то ушли, которые сидят, которые наблюдают, или где-то стоят в столах и так далее. Вот где-то вот так вот находятся, да? И если я точно так же буду сидеть и наблюдать, а что же происходит, то мой бизнес тоже не будет строиться, не будет давать дохода. То есть среда обитания денег, если вот так вот все подытожить, это всегда зависит от меня, от моего настроя, от моих действий и от того, как я отношусь к этому бизнесу. Я отношусь к этому как к собственному делу или я наблюдаю со стороны. То есть и любой бизнес, я вам хочу сказать, что бы вы ни начали в интернет, будет зависеть только от этого. И поэтому я вас искренне поздравляю с тем, что мы как бы ни было работаем уже, да, как бы в новом году. Я вас с этим поздравляю. Я, конечно, каждого поздравляю с тем, чтобы это был ваш бизнес, и вы относились к нему как к собственному делу. И тогда этот бизнес будет приносить вам доход, и тогда этот бизнес будет давать вам возможности. Я вам хочу сказать о том, что самый важный такой момент, чтобы понимать, что это бизнес, изначально нужно понимать, от чего вы хотите от этого бизнеса. То есть смотрите, очень важный момент есть такой. Факты, какие-то как бы, да, факты о матрицах. Очень часто люди боятся слова матрицы. И когда ты говоришь, где ты работаешь, я говорю, я работаю в матрицах. И с таким, как бы вам так сказать, я не могу сказать с негативом, но с таким пренебрежением, ой, в матрицах, ну, как-то так, знаете. И мне всегда, я всегда спрашиваю, ну, есть такой важный момент. А сколько вы хотите заработать в интернет, да? И когда человек мне говорит, там, какие-то там миллионы озвучивает, два миллиона озвучивает, неважно. Вот человек озвучивает мне какую-то там сумму такую круглую, да, вот допустим, давайте я возьму миллион, вот человек мне озвучивает. Я хочу заработать миллион. Я не могу сказать, что это много, я не могу сказать, что это мало. Ну, вот такая среднестатистическая сумма, да, человеку нужна. Я говорю, хорошо, а для того, чтобы заработать миллион, сколько вы готовы вложить? То есть, смотрите, если человек понимает это в инвестициях, давайте честно, сколько нужно вложить в инвестиции, чтобы ты заработал процентами миллион. Так вы меня простите, если я вложу в инвестиции такую сумму, Я потом полгода спать не буду, пока этот миллион вернется. Так вот, матрицы уважаю искренне за очень важный момент. Минимальное вложение, максимальный доход. Потому что очень часто человек готов минимально вложить, я хочу, но хочу получить много. Вот такая задача, вот это возможно только в матрицах и больше вообще-то нигде. Чтобы не нервничать, не переживать, минимальная сумма входа и максимальный доход. При этом будет еще одно но, но об нем мы поговорим дальше. Поэтому, чем мне нравится проект? Проект мне нравится тем, кто очень доступный вход. Вот доступ не просто некуда. И мы сейчас в маркетинге посчитаем и поиграемся. Очень важный момент на сегодняшний день – это большой плюс, когда нет ежемесячной оплаты, да? Когда выплата идет 100% в сеть. Но еще огроменный плюс – когда вывод идет без комиссий. Почему без комиссий? Потому что, как бы, да, очень часто мы работаем и какие-то… Вывод средств без комиссий. Очень люблю, когда 100% в сеть и вывод средств без комиссий. Почему я это люблю? Объясню. Действия я в интернете делаю все одни и те же. И когда человек говорит, я не люблю приглашать… Простите, если я сейчас кого-то обижу. Но если вы в интернете не любите приглашать, неважно, где вы работаете. Это равносильно, что поставить тире и поставить себе не зарабатывать. Нет, в интернете чем бы вы ни делились? Вы бы делились ресурсами. Вы будете делиться какими-то ключами. Вы будете делиться инвестиционными программами. Вы будете делиться матричными проектами. Чем бы вы… Как бы вы это красиво не называли? Я не приглашаю, я делюсь информацией. Я не приглашаю, я просто даю возможности. Ребят, в интернете это все называется приглашение и делиться информацией. И если мы с вами где-либо не приглашаем и не делимся информацией, это равносильно не зарабатывать. И это нужно просто осознавать. Так построен бизнес в интернет. А раз так построен бизнес в интернет, то вы меня простите. Если я в любой программе, я приглашаю людей, я рассказываю им возможности, я хочу получать 100% дохода и при этом хочу выводить на свои кошельки все без комиссий. И это для меня важно. И так как в интернет я пришла за двумя возможностями, мне надо две возможности. Я не звонаю как вам, но мне две. Мне нужен ежедневный доход, деньги, где я буду зарабатывать и тратить на какие-то свои расходы. И мне нужен, естественно, деньги на какие-то свои задачи и цели. И хорошо, когда в одном проекте встречаются обе такие возможности. И поэтому это важно понимать, что это то, что дает возможность поработать и заработать. Смотрите, система работает в долларах, мы работаем с долларами, но мы все любим с вами разные кошельки, мы все любим с вами разные системы денежные. И поэтому, пожалуйста, Advan Cash, Perfect Payer, любая платежная система, с которой вам на сегодняшний день удобно работать. Пожалуйста, три платежные системы, с которых мы заводим деньги, на которые мы выводим к вашим услугам. Смотрите, теперь смотрите еще важный момент, очень важный момент. У нас вот две программы, о которых я говорю. Ежедневный доход и программа AutoHouse, everyday программа и программа AutoHouse, которая позволяет нам заработать 35 тысяч долларов. Смотрите, очень важно понимать, сколько вам денег нужно на ежемесячные расходы, да, вот там, сколько вам нужно заработать. И, естественно, важно, сколько вам нужно денег на большие мечты и цели. Смотрите, почему это важно. Потому что, когда мы с вами знаем, что нам нужны деньги для ежедневного дохода, и мы точно с вами знаем, сколько нужно денег на наши мечты и цели, вот тогда только в игру вступает закон притяжения. У закона притяжения нет понятия, ну, мне бы хватило бы столько-то, или мне бы нужно бы, ну, хотя бы столько-то. Да, пожалуйста, ребят, у вас должна быть какая-то, если это тысяча долларов на месяц для ежедневных, для каких-то расходов, значит, планируйте себе тысячу долларов, мы сейчас поиграемся, как же их заработать. Если вам нужны на мечты и цели, может быть, вам 35 тысяч мало долларов, вам нужно больше. Ну, тогда сейчас разберемся, как же в этом проекте заработать больше. То есть, смотрите, закон притяжения – это математика, это цифры, когда мы с вами точно знаем, чего мы хотим и сколько нам с вами нужно заработать. Смотрите, еще очень важный момент. Что же нас мотивирует и почему мы с вами работаем или не работаем. Для того, чтобы проект работал, мы с вами понимаем одну штуку. Если 100% выплачивается в сеть, если за вывод процентов проект денег не берет, ну, за какие-то деньги проект должен существовать, должен работать хостинг, должны работать программисты, да, то есть как-то проект же должен за какие-то деньги существовать. Мы один раз с вами платим всего 5 долларов для того, чтобы проект развивался, для того, чтобы проект мог работать в полном режиме и для того, чтобы у нас с вами всегда была техническая поддержка. А сейчас все-таки самый важный вопрос – а зачем же это все надо и как это все осуществить? Смотрите, нас с вами что-то… зачем-то мы с вами пришли в интернет, что-то нас смотивировало с вами прийти сюда за деньгами и за возможностями. Я понимаю, что все начинали свой путь в интернет, скорее всего, мы чем-то интересовались, что-то нам было интересно, где-то мы там знакомились, где-то мы там дружили, но потом мы с вами где-то начинаем понимать, что где-то в интернете лежат деньги. Понятно, что у всех, может быть, ни у кого-то все хорошо слаживалось, где-то как-то, может быть, мы где-то немножко кто-то что-то терял, но главное, чтобы кто-то что-то и зарабатывал. Так вот, смотрите, что нас мотивирует что-то делать и зачем мы вообще приходим в интернет. Ребят, тут очень важный момент. Все всегда говорят, меня мотивируют деньги. Но у меня к вам вопрос. Если меня мотивируют деньги, чтобы заработать деньги, что нужно делать? Нужно делать много действий. Согласны со мной? Кто согласен, что для того, чтобы заработать денег, нужно делать много действий? Поставьте мне плюсики. Поставьте мне плюсики, кто понимает, что для того, чтобы заработать много денег, нужно делать много действий. Мы все с вами понимаем точный закон. Что делаю, то получаю. Как я свой бизнес запустил, так со временем он и движется. Смотрите, важный момент. И когда человек говорит, я пришел в интернет за деньгами, за деньгами, но при этом он не делает действий. Скажите, пожалуйста, согласны, что он сам себе противоречит? То есть, смотрите, может быть, ты пришел в интернет за признанием? А может, ты пришел в интернет за общением? А может, ты пришел в интернет просто ради интереса попробовать, поиграться, чему-то научиться, узнать что-то новое? Так вот, прежде чем считать, что вы хотите заработать, сами себе скажите, вы действительно за деньгами? Так вот, если за деньгами, тогда давайте все-таки с вами будем понимать, где деньги лежат и что нам для этого нужно делать. Давайте вот самую обычную классику. Смотрите, самый важный момент, самый простой момент, самый экономичный, я вам так скажу. То есть, минимум мы хотим, минимум вложений, максимум заработать. Минимум вложений, я вам хочу сказать, самое удобное вложение, если вам нужно минимум вложений, это вот сюда, вход на 30. Я потом объясню, почему не на 15. Вот вход 30, самый оптимальный для интернета, самый оптимальный на сегодняшний день для бизнеса. Почему вход 30? Первая задача, хочу быстро вернуть свои деньги, которые вложил. Ну вот бывает в интернете, ну как давайте такой сленг такой, стрёмно, да, стрёмно, а вдруг не верну, да. Все очень просто, один партнер в плечо, его партнер или ваш вот сюда вниз, столы управляемые, управляемые галочками, один партнер вот сюда вниз, и вы вернули средства, которые вы внесли в проект. Все как в мультике, да, там, выдыхай, бобер, да, все, ты уже доплыл. Ты вернул деньги, которые ты внес в проект, дальше просто работаем. Вот тут задача, это бизнес, и нужно понимать, что это работа. Иногда это рутинная работа, но она ежедневная, и это нужно осознавать. Хочу денег, значит, нужно работать. Что делать? Мы чуть позже с вами поговорим, что же делать для того, чтобы деньги пришли. Смотрите, дальше 100% вы можете считать. У нас вот здесь внизу, когда становится второй партнер в любую из ячеек, у нас с вами рождается клон. Он появляется у нас на балансе для клонов. Вот здесь он пусть пока у нас поживет в родильном доме. Вот здесь он у нас нашелся на балансе. Дальше все просто. Ребят, свои деньги мы вернули, заполнился стол, мы перешли в 75, он сработал как обычный удвоитель. То есть два партнера, и мы перешли в 150. Для чего это сделается вот здесь удвоитель? Чтобы мы с вами больше заработали в этом столе. Почему больше? Замечайте, 75 и 75 в сумме 150. То есть смотрите, каждый партнер, который становится вот сюда вниз, он нам сразу дает на вывод 150 долларов. Вот галочками все столы управляются, уточняюсь. Один партнер вот сюда вниз встал, 150 долларов мы забрали на вывод. Следующий встал, 150 на вывод. И следующий встал, 150 на вывод. Вот теперь смотрите, первая основная задача, чтобы зарабатывать вот эти 450 долларов постоянно, нам с вами нужно, чтобы у нас работал стол на 150. Почему? Потому что стол на 150 он реинвестный. Мы всегда будем кружиться только в этом столе. Очень важный момент. Бывают, да, мы с вами работали в матрицах, мы знаем, что бывают реинвесты там. Нам дадут 5 там по 30 или 10 по 15, там неважно, 2 по 75, нет. Здесь реинвест идет в этом же столе, и постоянно этот стол дает нам по 450 долларов. Смотрите, важный очень момент. Вопрос, с которого начинали. Какая ваша цель, сколько вам нужно заработать на ежемесячные расходы? Сколько вам нужно? 500 долларов. Ну тогда, пожалуйста, один раз в месяц закройте, и, пожалуйста, будет вам 500 долларов, да? Если вам нужна 1000 долларов, ну закройте это два раза в месяц, и будет вам 1000 долларов. Только понимаете, вот тут теперь основной момент, очень важный момент. А вам точно нужна 1000 долларов? Или мы только об этом говорим? То есть еще раз акцентируюсь. Это мой бизнес? Или это бизнес, который я как бы купить купил, но я завишу, я наблюдатель, я наблюдаю за этим бизнесом? Смотрите, еще очень важный момент. В этом данном маркетинге, почему я вот так этот разделила? Потому что, когда наш логин зашел в стол на 150, у нас здесь есть еще возможность дополнительных денег. Смотрите, очень важно, акцентирую на чем. Вы можете начинать работать с любого стола. Вы можете начинать работать с 75, два партнера, вы ушли в 150, пожалуйста, стол на реинвестный. Вы можете вообще работать только со 150, у нас есть структура, которая работает со стола на 150. Пожалуйста, если у вас открыты все столы, да приглашайте куда хотите. Хотите на 150, хотите на 75, хотите на 30. То есть давайте человеку возможность выбирать. Знаете как, бывает такое, да не, мне кажется, ни у кого денег нет, я буду на 30 приглашать. Но не надо за людей делать выбор, расскажите ему все возможности, пусть человек выберет сам. Так вот, смотрите, чем интересен клон, который у нас находится вот здесь в ротзале, да? Чем интересен клон? Клон, он мало того помогает продвигаться тем, кто заходит на 15 долларов, но я сразу акцентируюсь. Ребят, с 15-ки вход почему не очень актуален, потому что с 15-ки вы будете идти в два раза дольше. Поэтому это раз. Во-вторых, с 15-ки нет сразу возврата денег, да? Да, вот с 30-ти, почему говорю, что это удобно, потому что вот вам два партнера, вы свои деньги вернули. А смотрите, чем интересен клон. Клон помогает тем партнерам, которые все-таки не у всех есть возможность, да, заходят на 15. Вот у партнера стоит вот так вот один человек в плече, вы можете выставить крестик и направить сюда клона, помочь человеку, и он уйдет к вам в 30. Но клон еще каким образом работает? Допустим, много структур работают с клоном таким образом. Они уже есть там 150, да, себе, пожалуйста, кружится 150-ка. Спонсор активирует клона в 15. У него у партнеров рождаются точно так же клоны, они активируют клона в 15. Да, те же самые партнеры ваши, те, кто у вас здесь в структуре работают, точно так же активируют клона. Вы уходите в 30, да, у вас открывается новая площадка на 30. Ваши партнеры, у них пришли их же личники или пригласил кто-то, они к вам сюда обратно пришли. Клон по новой дал вам 30 долларов, потому что закрывается та же самая новая площадка. Клон точно так же еще одного родит клона, еще одно бизнес-место, которое принесет дополнительные деньги. Клон при этом помогает продвигаться структуре, потому что это управляемо крестиками. И клон при этом, второй раз его нельзя завести в 100 на 150. Мы здесь есть всегда, мы здесь реинвестим, все время гуляемся в этих 450 долларов. Поэтому каждый клон будет давать вам 150 и вот эти 30 долларов, 180 чистого дополнительного дохода. А теперь смотрите, что получается. Даже если раз в месяц закрыть вот 100 на 450 и раз в месяц закрыть один раз по программе, вот чтобы прошел клон. По сути, вы заработаете 630 долларов. Правильно? То есть я вам хочу сказать, много это, мало, но это где-то приблизительно 40, где-то 50 тысяч рублей. Вот 50 тысяч рублей, если вам этого будет достаточно, пожалуйста, один раз вот это закрыли, заработали, и это то, что вам хватит на ежемесячные расходы. Но смотрите, есть одно но. Если вы понимаете, что эти деньги вам нужны, нам с вами придется делать. Если мы с вами просто говорим, что они нам важны. Знаете, я хотела бы сейчас, вот может быть будет немножко грустно, но я хотела бы, чтобы каждый из вас подытожил ваш 2018 год. Он уже прошел, и спасибо ему за все. Так вот, я бы хотела спросить, когда-то 2018 год, он у каждого из нас начинался с чистого листа. И каждый из нас говорил, о каких возможностях он бы хотел, и какие бы возможности он хотел бы получить в том году, да, в 2018. Вот прошел этот год. И я вам точно хочу сказать, что те, кто бил в одну цель, и те, кто шел, они пришли к своим целям. Те, кто менял лодки, сами себе скажите, цели на Новый год были одни. Но итог года был совсем не такой, как бы нам с вами хотелось. И поэтому я вас призываю искренне, не повторяйте ошибок прошлых годов. Год 2019 только начался. И 2018 год, он чистый лист. И наши с вами доходы будут пропорциональны наши с вами действиям. Понимаете, очень важный момент. И если я себе понимаю, что мне в месяц, допустим, на ежедневные какие-то расходы мне нужно 1000 долларов, я точно понимаю, что мне нужно сделать. Да, пожалуйста, вот вам два раза. Я прохожу этот стул, я только за эту программу сейчас говорю, да. И я, пожалуй, для себя, ну, чтобы как бы один клон закрою, понимаете. Или два раза клон закрою. И я получу больше 1000 долларов. Да, 1200 долларов я получу дохода. Так вот, ребят, 2019-й он начался. И нам сейчас с вами нужно понимать, что я готов делать, чтобы этот год был совершенно-совершенно другим. Какая у меня будет среда общения? С кем я буду общаться и идти к одной цели? Насколько я буду реагировать на людей, которые не хотят, не могут, наблюдают, ищут, почему нет, кто виноват. Вот честно, искренне, мне жаль тратить время на негативное восприятие окружающей среды, да. Мне нравится, когда человек понимает, что да, такого много, да, это есть. Но я вам искренне говорю, что рядом с вами тысячи людей, которые мыслят совершенно по-другому, которые хотят совершенно других целей. Но вам не надо же тысячи. Вот согласитесь, да. Мне говорят, да ну надо же пригласить двоих. Я вас разочарую еще больше. Надо пригласить двоих таких же, как вы, которые чего-то хотят. Которые готовы что-то менять. Но согласитесь, когда рядом команда таких, которые готовы что-то менять, вы будете двигаться гораздо, гораздо быстрее. Но задача понять самому, а я в интернет действительно за деньгами, или я просто по тарахтеть. А я в интернет действительно за возможностями, или я просто пообщаться, и мне это дико интересно. Понимаете, вот смотрите, программа Every Day, ничего сложного. Есть клоны, которые дают дополнительные деньги, да. Мало того, помогают продвигать структуру, еще дают дополнительные деньги. И есть один стол, один, который, пожалуйста, можно в нем работать и зарабатывать. Но я каждого могу, да, я себе спрашиваю, вы себе спрашиваете, а что я сделал? Я, лично я, сделала сегодня, чтобы вот это пришло. А что я сделала сегодня, чтобы вот это пришло? Я вам честно отвечу за себя. Сегодня я почти ничего не сделала. Но я знаю точно. Знаете, как я всегда смеюсь, говорю, у меня два недостатка. У меня два недостатка. Я точно знаю, что если я могу сегодня отдохнуть, то я знаю точно себя, что завтра я отработаю в два раза больше. Светлан, вас, наверное, кто-то пригласил. Давайте знакомиться. Компания BeFree. Я думаю, что вы в интернете уже с этой компанией наслышаны. Если нет, то давайте сейчас знакомиться. Мы как раз знакомимся с маркетингом. И смотрите, вот эта программа, которая даст вам чувствовать себя ежемесячно, спокойно, надежно и спокойно дышать, понимая, откуда к вам придут деньги. Но все равно в интернет вы пришли за другими возможностями. Я знаю, что если бы вас интересовало 500 долларов, вы бы нашли себе работу, или там 1000 долларов, или там 1500 долларов. Вы бы нашли себе какую-то работу или бизнес на земле и там работали. Но я точно понимаю, что в интернет люди приходят вообще за другими деньгами, понимаете? Я хочу сказать, что в интернет люди приходят за какими-то такими целями огромными. Не важно, это связано со здоровьем, с квартирами, с машинами, с отдыхами. Вот не важно, с детьми, с внуками. Но это большие цели, которые мы с вами понимаем, что иногда даже отработав на земле года, нам такие деньги не заработать. Так вот, интернет дает такую возможность. И BeFree хорошо чем, что здесь в одном проекте две возможности. И ежедневный доход, и какие-то ваши большие мечты и цели. Смотрите, что хорошо в данной программе. Данные матрицы, вот эти вот данные, матрицы, да, они транзитные. Это раз. Во-вторых момент, второй момент, который важен, что мы не ждем деньги по закрытию столов. Вот мы с вами сюда заходим на 300 долларов. Смотрите момент, это вторая программа. Мы сюда можем зайти с первого круга, с матрицы на 450, или со второго круга нас сюда, проект заведет автоматически. То есть нужны деньги, пожалуйста, забирайте домой, со второго круга зайдете автоматически. Но лучше, когда мы заходим, почему с первого круга, потому что тогда у нас сразу работают две программы. У нас уже включена программа Автохаус, естественно, у нас работает ежедневный доход. Хорошо чем? Принцип тот же. Вот один человек вот сюда встал, один партнер, ваш, не ваш, роли не играет. Один партнер встал вниз, вы забрали деньги на вывод. Заметьте, стол весь открыт, еще все четыре вот этих остальных места пустые. Первый партнер встал, вы забрали деньги сразу же на вывод. Немного, немало, но все равно приятно, это 20 тысяч, да. Смотрите, тут 100% сеть вообще очень легко, 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 легко считается. Вот, пожалуйста, тот же принцип. Один партнер встал вот сюда вниз, и 900 мы забираем на вывод, да. 900 это приблизительно где-то так вот сейчас уже больше, но я так приблизительно 60 тысяч рублей. Смотрите, я хочу поздравить. За первое, за второе число мы в чатах выставляли. Очень много людей, наверное, человек 20 перешли в стол на 300, и перешли люди в стол на 900. То есть я поздравляю тех, кто даже в праздники закрыли 300, перешли в 900, заработали по 20 тысяч дополнительно, заработали по 60 тысяч дополнительно. Я вас искренне с этим поздравляю. То есть год начался удачно, позитивно и денежно. Самое важное. Ну, естественно, следующий стол, все принцип тот же. Один партнер вниз становится. Пожалуйста, столы управляемые, кстати, точно так же, да. Мы получаем ни много ни мало, но это где-то вот сейчас, мы уже все получали эти деньги, да, 180 тысяч. Кстати, господа интернет-предприниматели, особенно те, кто работает в BeFree, но я так не буду тогда, могу чуть-чуть забежать вперед. У нас тут у некоторых уже несколько буквально шагов, и мы уже переходим в 800, да. Смотрите, мы почему все стремимся в 108-100? Очень приятно, когда вот здесь, когда мы идем по столам, да, мы зарабатываем промежуточные деньги. Я вам хочу сказать очень хорошие деньги. Вот эти промежуточные деньги, это ни много ни мало 260 тысяч, да, плюс деньги, которые мы зарабатываем в программе автохаус. Но последний стол, конечно, он самый интересный, самый привлекательный. Смотрите, здесь каждое место, каждое вот пошаговое место, да, вот один человек встал вниз, и мы забираем 8-100. Ребят, 8-100 – это 545 тысяч, да, вот здесь мы забираем больше, чем полмиллиона. 545 тысяч, пожалуйста, на вывод, и я вам напоминаю, что за вывод проект денег не берет. А теперь заметьте, почему я говорю «это важно». Давайте-ка с 545 тысяч напишите мне 1%, это сколько? Кто математик? 545 тысяч, 1%, это сколько? Никто не математик? Или долго пишите? Ну, пишите, я жду, да. Смотрите. Да, правильно, девочки, все правильно, 5450. А теперь послушайте меня. Ой, да подумаешь, проект берет всего 2%. А ничего себе, что я делаю одни и те же действия. Я попахала в проекте, а с меня забрали 10 тысяч. А перед этим я зарабатывала 180 тысяч, а с меня забрали 1800. Да, а с меня забрали. И получается, это я говорю о 2%. А теперь посчитайте, когда проект берет 5. Сколько мне надо отдать? 25 тысяч? 30 тысяч? Я работала, я работала со структурой, я работала с людьми, я работала в проекте, да. И я потом отдаю проценты за вывод. Вот почему я говорю, очень круто, когда в 100% на вывод. Когда вы зарабатываете деньги, вы начинаете понимать, насколько это, да, есть 10%. Наташа, я с тобой согласна, да. Так вот здесь мы зарабатываем 545 тысяч. Ребят, смотрите, каждое последующее место, оно, по сути, приносит нам по полмиллиона. 7200, 7200, 7500. Вот этот стол, да, он нам дает 30 тысяч долларов, понимаете, очень важно. Но не по закрытию, а пошагово. И это тоже важно. Смотрите, почему еще это важно. Потому что вот эти деньги, которые вот нам здесь вот дает проект, да, вот эти вот деньги, это деньги, которые мы можем спокойно отложить на какие-то большие цели. Почему? Потому что у нас с вами есть every day, где мы зарабатываем деньги на ежедневные расходы. Вот поэтому я говорю, это и круто. Смотрите, еще очень важный момент. Для того, чтобы мы с вами получили здесь деньги не один раз, для того, чтобы продвигались партнеры, для того, чтобы мы могли вот в этом проекте поработать подольше, да, у нас вот здесь с вами тоже даются пошагово бизнес-места. 3, 3 и 2. По сути, вот таких 8 бизнес-мест даются в стол на 300. Первое бизнес-место обязательно идет за спонсором, это обязательно. Да, и дальше мы можем управлять точно так же, помогать партнерам двигаться и зарабатывать с этих же бизнес-мест опять по новой 300, 900, 2700 и 830 тысяч долларов. То есть программа, которая позволяет заработать не один раз. Всегда все зависит, всегда задают вопрос, а вдруг проект закроется. Ребят, матричный проект может не работать тогда, когда не работаем мы с вами. Потому что не работаем мы, не работает наш бизнес, наши матрицы, да. Еще раз призываю вас к тому, когда вы работаете в матрицах, перельем, зальем, подтолкнем. Скажите мне честно, кто этого в матрицах наслушался и кто понимает, что невозможно всех перелить, залить и помочь. И кто понимает, что эту лапшу с ушей уже просто нужно научиться снимать. Мы должны с вами понимать, матрицы это такой же бизнес, бизнес возможностей. И два партнера для того, чтобы с минимальными вложениями получить деньги за свои мечты и цели, мне кажется, что это довольно-таки легко. И я вам хочу сказать для того, чтобы мы понимали, что бизнес нужно настроить. Бизнес нужно, как любой бизнес, в любом бизнесе, земельный бизнес, интернетовский бизнес, его нужно настроить. В любом бизнесе есть система продвижения и система движения и система роста. А для того, чтобы знали вас и ваш бизнес, нужно создать себе трафик, нужно создать, раскрутить YouTube канал, Нужно научиться работать с соцсетями, нужно помогать и обучать команду. Понятно, что нужно развиваться самому, и много-много практических курсов, которые есть у нас в кабинете в плане успеха. Я думаю, что сейчас праздники новогодние пройдут, и план успеха будет пополняться. Я думаю, что Аня будет на связи, она нам расскажет, как план успеха будет пополняться. Она обещала, что много-много будет новой в нем информации. Но для того, чтобы вас знали и за вами шли, вас должны знать в интернет-пространстве. По одной простой причине. Скажите мне, пожалуйста, когда вам что-то нужно знать, найти в интернет, что вы делаете? Вы открываете дядю Google и пишете ему, хочу узнать. Я вам хочу сказать, можете взять в Google и набрать проект BeFree и посмотреть, что высветится в YouTube, что высветится, кто проиндексируется, о ком знают. А потом не спрашивайте, почему кому-то идут с интернета, а кому-то нет. Да потому что, когда индексируют Google, когда вы ищете в поисковике, когда вы ищете ВКонтакте, в любой соцсети, конечно, выйдут люди, те, кто чаще там светится, и те, кто чаще там работают. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш бизнес работал, тогда нужно понимать, что есть такое понятие. От чего же нужно оттолкнуться, чтобы достичь каких-то целей в интернет-бизнесе? Смотрите, преимущества мы в матрицах, по сути, все преимущества проекта BeFree разобрали. Да, матрица управляемая, и мы стартуем с любой программы. И быстро возвращаем мы средства, да? Но есть одна важная штука. Чтобы достичь цели, есть такое понятие. Нужно понять вашу истинную цель. А что на самом деле вами движет? Ради чего вы готовы вставать? Ради чего вы готовы что-то делать? И ради кого или чего вы вообще готовы делать ежедневную, рутинную и нудную работу? Самая какая... Я знаю всех, практически для всех соцсетей это сложно. А кто-то говорит, а я не умею общаться. А кто-то говорит, а мне нужно научиться отвечать с возражениями. А мне нужно научиться писать посты и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ребят, из вот этих всех мелочей и состоит бизнес. Интернет-бизнес, да? Но есть одна штука. В Бифри мы проводим обучающие школы. Девчонки эти все знают. Все спонсоры со своими проводят обучающие школы. Как говорить? Как научиться не бояться? Как работать с возражениями? Как уметь просчитывать любой матричный маркетинг? Ребят, я сразу говорю. Если мы не умеем считать матричные маркетинги и любые маркетинги в интернет, очень часто поэтому мы и теряем с вами деньги. По той простой причине, что можно все завуалировать, закрасить и раскрасить. Мы с вами должны быть профи во многих, во многих отраслях, да? Простите, когда-нибудь, может быть, на следующий раз. Потому что есть такой вопрос. Я не буду проводить маркетинг, я вам открою, и мы с вами поговорим. Сейчас очень такая есть развитая тема, как монеты. И все говорят, монеты, надо купить вот эти монеты, надо вот эти, а вот эти вот крутые, а вот эти какие? Ребят, искренне, так как мы работали полтора года на бирже, да, так как мы с этим дружили, я вам как-нибудь покажу, как проверять монеты, чтобы вы не попадали в просад, как проверять сайты, которые работают с монетами, потому что очень много с этим не дружим. Но самый важный момент, какая ваша истинная цель? Это раз. А второй момент, что вы ради этого готовы делать? Мы понимаем с вами, что нам хочется, чтобы была магия. Нам хочется, чтобы раз, щелкнуть пальцами, и все появилось. Но мы же с вами взрослые. Сказки на Новый год посмотрели, сказочные фильмы на Новый год посмотрели. За наши мечты и цели все шампанское выпили. Но потом мы понимаем, что чтобы эта мечта и цель пришла в нашу с вами жизнь, нужно просто делать. И я вам хочу сказать, когда ты входишь в раж, да, когда ты начинаешь делать, бизнес запустился, и ты движешься, и когда у тебя появляются люди, и когда даже кто-то готов что-то делать, кто-то не готов, я вам честно хочу сказать, никогда не обижаясь на людей, которые куда-то убежали, никогда не обижаясь на людей, которые не хотят ничего делать, никогда. Знаете почему? А смысл мне тратить на эту энергию – это их выбор. Вы понимаете? Мой выбор – это возможности. И я не хочу оборачиваться назад, и я не хочу оборачиваться по сторонам и думать, а почему кто-то не делает, а почему он – это его выбор. Его выбор не делать, его выбор наблюдать, его выбор еще какой-то. Акцентируйтесь на свой выбор. Вы-то чего хотите? Вы зачем пришли? У нас удивительный маркетинг, у нас очень классная техподдержка, у нас замечательный админ. Кстати, поздравляю всех в прошлом году, кто получил очень много денег по промоушену, да? Поздравляю тех, кто выиграл на Новый год, у нас был розыгрыш, да? И вас поздравляю с деньгами. Знаете, когда какие-то вещи есть в одном маркетинге, да, в одном проекте, вот для меня есть какие-то важные составляющие, да? Вы уже о них не раз слышали, как я там выбираю проект или так далее, да? И когда хотя бы пять из этих составляющих совпадают в одном маркетинге, для меня это уже приоритет. Но самый важный приоритет – поставьте мне все-таки плюсики, кто пришел в интернет за деньгами и кто понимает, что эти деньги зависят от его действий. Вот кто осознанно понимает, что я, да, хочу денег, да, я хочу больших денег, и я осознанно понимаю, чтобы эти деньги пришли в мою жизнь, мне нужно напрячься и поработать. Ребят, я с вами солидарна, я понимаю, что я не одинока, я точно так же пришла с такими же целями и за такими же возможностями. Так давайте вот мы-то с вами будем объединяться и понимать, что у нас все получится. И еще раз говорю, ребят, подобное притягивает бесподобное. Вот если мы с вами четко будем осознавать свою цель, я, например, никогда не распыляюсь, потому что я не могу сказать, а давай сюда и сюда и забежим, и построим, и дра-да-да, и ля-ля-ля. То есть когда мы создаем хаос, да, мы вокруг себя, мы создаем хаос, то хаос, скажите мне, что может притянуть хаос? Да, мои хаотичные действия, мои хаотичные цели, мои хаотичные задачи. Я вас призываю, давайте мы поработаем и заработаем. Новый год начался. Всех вас с праздниками. Еще раз, да? Еще раз теми, которые наступают вот-вот-вот-вот с вами буквально. Поэтому я с вами искренне хочу поработать, искренне хочу с вами заработать, но самый важный момент, я искренне готова помочь каждому, кто будет стучаться. Простите, не хватит сил постучаться к каждому. Поэтому, пожалуйста, стучитесь спонсором. Если даже вашего спонсора нет, вы всегда найдете тому, к кому можно постучать, если это для вас важно. Вам нужно научиться? Стучитесь. Вашей структуре нужна помощь? Собирайте структуру и стучитесь. То есть, если вы понимаете, что страница чистая, и я хочу стартануть в этом году круто, и я хочу через 2-3 месяца заработать вот эти деньги, так давайте стартовать. Я вам всем желаю счастья на весь год. Счастье. Есть такое понятие счастье, да? Счастье, оно вот так вот в старославянском, раз мы об этом говорим, да? Счастье, оно писалось раньше вот так. Почему именно так? Потому что счастье, оно состоит из частей. И эти части разные. То есть, в ваших частях может входить все, что вам заблагорассудится. И это будет только ваше. Поэтому я вам всем желаю счастья на весь год. Пусть будет все, что вы хотите, что вы желаете. Нарисуйте свои части и давайте с вами стартовать. Я рада была вас всех видеть. Я рада вас всех поздравить с тем, что мы с вами уже начали работать в новом году. Я думаю, что у нас будет с вами много брифингов. Но следующее все-таки мы проведем обучение. Потому что мне бы хотелось, чтобы мы с вами еще и подружились со многими-многими проектами, которые есть в интернет. удачи, терпения, настроя, позитива и очень хорошего всем старта.